Это программа «День с толком». Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Начнем выпуск с новости о расследовании, которое вот уже 20 лет будоражит Барнаул. На неделе в суде состоялось заседание о мере пресечения Виталию Манишину, который может быть причастен к загадочным убийствам абитуриента Калтайского политеха. Краевой суд рассматривал жалобу, поданную со стороны обвиняемого на постановление Октябрьского суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление не отменено. То есть и дальше Манишин будет оставаться в следственном изоляторе. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренными двумя подпунктами второй части 105 статьи Уголовного кодекса. Один касается убийства двух и более лиц, а второй подпункт – убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Напомним, бывшего замглавы Калманского района Виталия Манишина задержали весной этого года. Его арест связывали с серией убийств в техническом университете в 2000 году. Позже стало известно, что мужчину подозревают в убийстве, совершенном в Родинском районе. По предварительной информации, жертвами обвиняемого могло быть как минимум 9 человек. Любопытно, что в последнем судебном заседании принимал участие представитель краевой психиатрической больницы. Еще об одном резонансном деле. Дело так называемого автоподставщика, по умыслу которого в Барнауле произошло 32 ДТП, преимущественно на кольце, на неделе направили в суд. Его обвиняют в мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере. По версии следствия, с марта 21 по январь 23 годов обвиняемый передвигался на автомобилях, ремонт которых отличался высоким чеком и приносил максимальную прибыль при наступлении страхового случая. Орудовал злоумышленник преимущественно на улицах с кольцевым движением. При этом, подчеркивают следователи, мужчина хорошо знал ПДД, имел большой опыт вождения, поэтому пользовался невнимательностью и легкомысленностью других водителей. Всего он организовал 32 аварии. После ДТП обвиняемый фиксировал свой ущерб и обращался в страховые компании. Таким образом, он похитил порядка 7 миллионов рублей. Виновным себя он не признает, но злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Не дорога, а болото. Так отзываются люди о земляной дамбе в районе Барнаульской ямы. Это один из немногих путей, ведущих из частного сектора к основной улице. Каждый год в распутицу его размывает и по скользкой грязи с риском упасть в реку ежедневно проходят десятки людей, в том числе пенсионеры и школьники. При этом местные жители уже больше 10 лет пишут во всевозможные инстанции с просьбой отремонтировать дамбу. Но отчего дело не движется с мертвой точки? И есть ли шансы, что ситуация изменится в лучшую сторону, расскажет Данил Кузнецов. Такие лужи, такая эта слякоть. Я чуть не скатилась в это озеро, потому что больше нигде пройти нельзя, только по бровочке вот по этой. Вот так передвигаются по земляной дамбе через реку Пивоварку в районе Барнаульской ямы. Уже много лет жители местного частного сектора бьются за то, чтобы ее привели в нормальный вид и стало безопаснее. Здесь у нас размывает дорогу каждый год одно и то же, ничего не предпринимается. Здесь все туда вот стекает и грязь, и дети прыгают через лужи. Невозможно ходить, не говоря уже о том, чтобы проезжать. Эта дорога одна из немногих, что ведет до школы на Гущино. Есть обходная тропинка, однако ее с недавних пор заблокировал местный житель, установив забор. Людям приходится делать крюк, и путь до школы увеличивается как минимум на 30 минут. Дети выбирают короткую дорогу через дамбу. Ходить сложно тут, камни, вода это, все, дожди, лужи, ботинки мараются, в школу ходите грязными все. Неудобно ходить. Жители пытаются добиться ремонта дороги с 2010 года. Последний раз городской комитет по дорожному хозяйству, судя по документам, обращал внимание на объект в 2019-м. Тогда подрядчик устранил просадки на гребне дамбы. Однако о полноценном ремонте речи никогда не шло. В связи с пообъектным распределением и ограниченностью бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы дорога по улице Совхозной не включена в план по асфальтированию на 2023 год. Вопрос асфальтирования дороги по улице Совхозной будет рассмотрен администрацией Ленинского района города Барнаула при формировании плана работ в рамках программы на 2024 год и последующие годы. Жители данного микрорайона убедительно просят администрацию включить данный объект в программу следующего года. Люди говорят, уже поколение школьников сменилось, а все ходим по грязи и с риском уйти по ней в воду. Мы же справедливости ради отметим, спустя 10 лет начала решаться другая проблема с освещением. Сейчас на Совхозной устанавливают фонари. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Проживающие в новом жилом квартале в Нагорной части Барнаула считают, что и их не обеспечили необходимым дорожным благоустройством и сообщением. Нет тротуаров, не ездит и общественный транспорт. Из-за этого, говорят люди, они ежедневно рискуют жизнью. Продолжит тему Юлия Щепина. Новый жилой микрорайон – Серебряный Бор. Казалось бы, лес, свежий воздух, уют и тишина. Однако все не так радужно. Где-то год назад, когда район начал активно заселяться, начали сдаваться новые дома в эксплуатацию, мы в том числе сюда переехали. Мы столкнулись с проблемой отсутствия общественного транспорта. Сначала думали, что это проблема временная, но теперь, похоже, затягивается решение этой проблемы. Кроме отсутствия общественного транспорта, жители, и меня в частности, очень сильно беспокоят отсутствие тротуаров и освещения. В темный период суток. В жилом комплексе живет много молодых семей с детьми и пенсионеров. Но сейчас, когда начался учебный год, дети в садик, в школу, темнеет все раньше и раньше. И люди испытывают реальное беспокоствие, даже временами стресс, потому что, во-первых, нет никакой видимости. Потому что мы сейчас идем по дороге и нас убьют, кстати, отходи. Встречная машина нас, к счастью, не сбила. Но ходить здесь действительно небезопасно. Дорога хорошая, водители разгоняют авто до приличных скоростей. Когда едешь хоть в ту, хоть в другую сторону, люди выходят из-за поворотов. И они идут не по краю даже, где, в принципе, там ездят пешеходы. Ну, когда даже не дорожка, ну, просто по земле. Они идут прямо по дороге. И более того, еще несколько раз сталкивалась с тем, что едешь уже в сумерках, плохо уже видно. Ну, молчу про то, что люди в черном ходят, да, сейчас особенно осень, вообще людей не видно. А еще и пьяные выходят. Личный транспорт есть далеко не у всех. Сотни людей ежедневно пешком преодолевают расстояние в полтора километра по проезжей части. Каждый день, конечно, хожу. Мне и ходить надо, и, собственно, я бы не против и доехать, когда уж совсем тяжело. Зимой отжили, да, еле-еле. Конечно, тяжело, зимой тяжелее, но летом тоже жарко. Я пешеход. Сколько раз я уже падала, грязь, а там же глина. И идет машина, и не знаешь куда. Да, и я сворачиваю, и вот позавчера я так сильно упала, а я шла в поликлинику. Пришлось вернуться. Короче, я опоздала. Ну, благо, что еще жива осталась. Люди выкручиваются как могут. По возможности выручают соседи, довозят до остановки. Ведь такси на постоянной основе может позволить далеко не каждый. С просьбой решить их проблему люди в прошлом году обратились в администрацию города. Тогда ответ был следующий. Главным условием стабильной работы регулярных маршрутов пассажирского транспорта является наличие пассажиропотока, способного обеспечить рентабельность перевозок. Недостаточное количество пассажиров и, как следствие, отсутствие доходности от работы маршрутов приведет к их закрытию. Поэтому открытие заведомо убыточных маршрутов является нецелесообразным. Изменение действующих маршрутов приведет к увеличению интервалов движения автобусов, а также вызовет обоснованные жалобы со стороны жителей города. Но квартал активно расстраивается. Прокуратура тем временем встала на сторону жильцов, ведь в нашем регионе расстояние кратчайшего пешеходного пути от остановки до индивидуального жилого дома должно составлять не более 700 метров, до многоквартирного – 400. В ходе проведенной проверки установлено, что расстояние домов по улице 6-я Нагорная до остановочного пункта не соответствует рекомендуемым требованиям. Доводы обращения об отсутствии тротуара, линии наружного освещения также нашли свое подтверждение. Прокуратура обязала администрацию города устранить нарушения, но в то же время надзорный орган, ссылаясь на ответ мэрии, добавляет, что поскольку бюджет города ограничен, решить проблему в этом году не получится. Добавим, прокуратура намерена принудить ответственных решить вопрос, через суд. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Довольно громко на этой неделе звучала и тема аварийного жилья. На одну барнаульскую семью, которая отказывалась езжать из ветхого дома из-за того, что размер компенсации не отвечает рыночной стоимости, даже был подан иск о лишении родительских прав. Мол, несовершеннолетний ребенок проживает в небезопасном помещении. Администрация города, между тем, обозначила условия, по которым иск этот может быть отозван. Подробнее об аварийном переселении и о том, что это для людей – проблема или спасение. Сюжете далее. Мы встретились с Еленой в понедельник. На тот момент ее семья оставалась единственной проживающей в доме номер 83 по Петра Сухова. В 2017-м его признали аварийным. Второй подъезд давно без дверей, окон и батарей. А свой Елена обороняла от вандалов. Семья должна была съехать еще ранее, отсудив три с лишним миллиона рублей компенсации. Но почти миллион со счета, если так решит суд, могут списать приставы в счет погашения долга. Елена рассказывает, наша семья оказалась в заложниках. Мы нашли определенную квартиру. Но так как нам не удалось рассчитаться полностью. За ту сумму, которая осталась? Да, да. Вот нам осталось эту сумму отдать и все, мы бы переехали. Естественно, нам сказали, ну раз не можете рассчитаться, до свидания. 26 октября суд должен вынести решение о возможности либо невозможности списания приставами миллиона рублей с нотариального депозита. Но уже 17 числа по решению администрации района Елену с мужем и 10-летнюю дочку принудили покинуть аварийный дом. Хотя по закону, подчеркивает женщина, ей положено 6 месяцев на поиск альтернативного жилья. И заканчивается он в конце ноября. Я говорю, мы не препятствуем, что мы отсюда готовы переехать, но у нас некуда. У супруга Елены зарплата неофициальная. Сама женщина инвалид третьей группы. Ипотеку таким, говорит она, не оформляют. На работу не устраивалась, потому что в ее отсутствие в квартире могли разбить стекла, спилить трубы или отключить газ, что уже пытались. Все это происходит и у соседей. У Натальи Чемодановой с Малахова, 37, в день съемок тушили пожар, в котором погиб мужчина. Сейчас она с супругом, последние жильцы дома. Нас дважды поджигали, топят, постоянно нам вырывают трубы, делают всякие пакости. Мы знаем, даже кто, есть очень много видео, что это не бомжи делают, потому что не каждый бомж позволит себе ездить на машине с болгаркой и ездить с газорезами. В выходные Наталья устроила пикет. Ей предлагают компенсацию в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей, что на полмиллиона меньше рыночной стоимости равноценного жилья. Пока идут суды, говорит женщина, в ее доме постоянно происходит ЧП. По сообщению властей, уже месяц Наталья не имеет права там находиться. 28 сентября суд постановил признать квартиру муниципальной. У женщины, которой перечислена компенсация, больше нет права собственности на жилье. Сообщаем, что в соответствии с решением Октябрьского районного суда города Барнаула от 5.04.2023, право собственности на квартиру номер 16 по улице Малахова, дом 37, подлежит прекращению после выплаты денежного возмещения в полном объеме. А тем временем, 17 октября семья Мартын съехала с аварийного дома. Сейчас живут у друзей. И пока идет суд, женщина не может распоряжаться деньгами. Определением Октябрьского районного суда города Барнаула приняты обеспечительные меры по наложению ареста на денежные средства, находящиеся на публичном депозитном счете нотариуса. 26 октября 2023 года состоится рассмотрение апелляционной жалобы, по результатам которой будет принято решение. Также судебные приставы в своем ответе указали, что за Еленой зарегистрирован объект недвижимости. А это аргумент для отказа в том, чтобы предоставить полгода на проживание в аварийном доме для поиска альтернативного варианта. В ответе от комитета ЖКХ мэрии города сказано, что семья могла воспользоваться маневренным фондом или претендовать на оплату найма, но заявление никто не подавал. Параллельно с этим на супругов Мартын подан иск о лишении их родительских прав. Мотив – проживание в ветхом доме – угроза для жизни и здоровья несовершеннолетнего. Семья по документам должна обеспечить безопасные условия для 10-летней девочки. Суд назначен на 30 октября. В случае, если семья предоставит документы, подтверждающие, что они переехали из аварийного дома и создали надлежащие условия для проживания несовершеннолетней, администрации Октябрьского района Барнаула иск об ограничении родительских прав будет отозван. Добавим, в Барнауле предстоит расселить еще 156 многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017 года, и 122 признанных после. В начале 2023 года власти подчеркивали, в этом году расселить нужно рекордное число ветхих домов – 80. Это на треть больше, чем годом ранее. Экс-сотрудницу органов опеки в Шипуновском районе осудили за регулярное получение взяток от опекунов. Установлено, что с 2017 по 2021 год сотрудница администрации частями получала от опекунов взятки в виде денег и ювелирных изделий. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное принятие должностным лицом отчетов о хранении и использовании имущества подопечных без контроля полноты и целевого использования опекунами денежных средств, которые зачислялись на счета опекаемых детей в виде пенсии по потере кормильца. Всего следствием было доказано 6 эпизодов получения взяток на общую сумму более 400 тысяч рублей. Женщину осудили на 7,5 лет лишения свободы условно, а также запретили в течение 5 лет занимать должности в органах местного самоуправления. Ювелирные изделия и эквивалент дохода, полученный в результате совершения преступлений, конфискованы в собственность государства. Свою вину осужденная не признала. К другим темам. Виктор Томенко на этой неделе сформировал состав правительства Алтайского края, с которым ему предстоит работать в ближайшие 5 лет. Правда, пока не полностью. Так, в составе правительства должно быть 9 заместителей председателя исполнительного органа и 11 министров. На данный момент назначено 6 заместителей. Все они нам хорошо знакомы, некоторые на протяжении ни одного губернаторского срока. Состав Кабмина на сегодняшний день также известен не полностью. Занято 7 позиций из 11. Почти все министры полностью прошли первый срок губернаторства Виктора Томенко, за исключением некоторых. Так, Светлана Говорухина стала руководителем Минобра в августе 2021 года. В январе 2022 Сергей Межин возглавил Минсельхоз, а в феврале 2022 Антон Воронов – Минтранс. Урожай в Алтайском крае в этом году будет не меньше, чем в прошлые годы, заявил губернатор Виктор Томенко. Он отметил, свекловоды региона накопали почти 1,3 млн тонн свеклы. Правда, ее качество из-за меньшего содержания сахара и большего объема воды чуть хуже прошлого года. Однако собранный урожай обеспечит полную загрузку Черемновского сахарного завода до конца марта следующего года. Продолжается уборка технических культур предприятиями в Топчихинском районе. Несмотря на все погодные условия, урожай можно считать достойным, подчеркнул Виктор Томенко. В этом году все мы прекрасно знаем. К сожалению, погода сыграла вообще против нас во все моменты, когда нужно было одно, нужно было тепло, были дожди, нужно было наоборот влаги, значит, наоборот была засуха. Вся весна и весь июнь получились засушливые очень. Пришлось здесь нам по итогу здесь в августе принимать решение вводить режим чрезвычайной ситуации. Сентябрь тоже, ну, 6-7 дней буквально было для уборки. И сейчас, пользуясь погодой, наши сельхозтоваропроизводители догоняют эту ситуацию. Таких погодных условий не было с 1992 года. Между тем, на сегодня в регионе собрано больше 4 миллионов тонн зерна. На четверть убран подсолнечник – порядка 230 тысяч тонн. Собрано две трети урожая гречихи – около 540 тысяч тонн. Уборка урожая продолжается. В Шалаболихинский район прибыли поисковики из Москвы, чтобы передать медальон бойца времен Великой Отечественной войны. Останки погибшего нашли в Смоленской области. Там, в 1941 году, он вместе с другими фронтовиками охранял подступы к Ржеву. Какая находчивость помогла идентифицировать бойца спустя столько лет, и как такую новость восприняли родственники, расскажет Данил Кузнецов. Этот сверток с георгиевской ленточкой проделал путь почти в 4000 километров до родины в Шалаболихинском районе. Внутри – земля из Смоленской области, где вместе с другими фронтовиками в октябре 1941 погиб Николай Федорович Агалков. К сожалению, фотографии и другие сведения о нем сгорели во время пожара в доме. Ничего не может вспомнить и родная дочь, которой было два года, когда отца призвали в первое лето войны. А кто мне все расскажет? Ну, как ушел, и все, больше с армитишками осталось. Никуда. И по 82 года работала. И она такая легкая. Останки Николая Федоровича Агалкова нашло поисковое объединение «Связь времен» во время экспедиционной вахты в Сычевский район Смоленской области. Здесь в октябре 1941 проходила битва в Дудкиной роще. Там 119-я стрелковая дивизия с помощью дотов, противотанковых рвов, минных полей и глубоких блиндажей охраняла подступы к Ржеву. Однако вскоре после приказа пришлось отступить. По предположениям экспертов, с 8 по 12 число на рубеже примерно в 4 километра полегло около 1200 немцев и 600 советских солдат. Девочки нашли в ходе переборки металлический медальон раннего образца. Так как он железный, то герметичности в нем нету совсем, он прогнил. Но бумажка внутри с большой долей вероятности сохранилась. Когда начали уже разрушать саму металлическую капсулу, под ней оказалась бумага. То есть, как и предполагалось, но она привела их в такой своеобразный шок, потому что непонятно, что это было. И когда начали уже разбираться, оказалось, что Николай Федорович завернул свой медальон в газету. То, что и спасло как раз эту бумагу, почему смогли потом уже ее прочитать. А вот с костями так не получилось. Несмотря на найденные останки, их невозможно было отделить от частей других бойцов. Поэтому их захоронят на Смоленской земле, частичка которой теперь лежит на кладбище села Шлоболиха, рядом с женой Николая Федоровича, Ариной. Не знаю, шоковое какое-то состояние, что столько времени узнавал, ничего в военкомате никто не говорил, где, как он пропал, без вести. Всего из Шлоболихинского района в годы Великой Отечественной войны на фронт отправилось свыше пяти тысяч человек. Почти половина не вернулась. Притом три солдата удостоились одной из высших наград. Звание Героя Советского Союза. Один из них – посмертно. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Деятельность двух нарколабораторий пресекли в Алтайском крае, сообщают в Краевом ФСБ. Преступные организации занимались производством синтетических наркосредств в особо крупном размере для последующего сбыта. Первая лаборатория действовала в Троицком районе и располагалась в обычном жилом доме. Ее организовали два брата 33 и 36 лет. При обыске правоохранители изъяли в общей сложности 28 килограммов наркотика. Вторая лаборатория находилась в Первомайском районе. Там специалисты изъяли больше 205 килограммов синтетических наркотиков. По обоим адресам также обнаружено и изъято более 150 килограммов прекурсоров, 2000 литров химических реагентов свыше одной тонны токсичных отходов. Весы, упаковочный материал, фильтрационные установки, реакторы для производства синтеза наркотических веществ, компьютерное оборудование. Общий объем изъятых из незаконного оборота готовых синтетических наркотических средств составил 223 килограмма. Возбуждено уголовное дело по признаку покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Обвиняемые находятся под стражей. А в Славгороде сотрудники регионального пограничного управления ФСБ и МВД задержали дважды судимую за наркопреступление 35-летнюю жительницу Новосибирска. Она пыталась быть крупную партию полусинтетического тяжелого наркотика. Приехала в Славгород делать загладки. На себе, при себе у меня имеется в кармане вот здесь. Сколько там, около 50 штук открывала. А я уже, ну, я наркоманка для личного использования. Кроме своих свертков, женщина показала оперативникам еще сотню аналогичных пакетиков. По оперативной информации, месяц назад наркозависимая стала курьером интернет-магазина и везла партию для распространения в Алтайском крае. Ей предъявлено обвинение. Сейчас она находится под стражей. Разделанную тушу бурого медведя обнаружили алтайские таможенники в легковом авто, который направлялся в Казахстан. Машину под управлением гражданина Республики Казахстан остановили в районе пункта пропуска Кулунда. В багажнике автомобиля находились замороженные части медведя, предположительно для изготовления чучела, а также мясо с животного. При этом документов, разрешающих вывоз за рубеж дереватов, у водителя не оказалось. По факту контрабанда стратегически важных ресурсов Алтайская таможня возбудила уголовное дело. Расследование продолжается. Добавим, бурый медведь имеет особый статус охраны. Это вид, находящийся под угрозой исчезновения. Одной из основных причин включения животного в Красную книгу – охота на него человеком для получения шкуры и других ценных частей тела. 70% осужденных, что отбывают наказание в исправительных учреждениях на территории края, считают приговоры несправедливыми. Об этом во время заседания Общественной палаты Алтайского края, которое прошло на неделе, рассказал председатель региональной наблюдательной комиссии Алексей Дедков. Эти обращения – 70% по правосудности вынесенных приговоров или каких-то решений. Остальные 30% могут касаться вопросов медицинского обеспечения, условий, скажем, быта. Есть обращения по питанию и так далее. Безусловно, все эти проверки мы проводим. И необходимо здесь сказать, что все требуемые нормы соблюдаются. За последние три года практически грубейших нарушений уголовно-исполнительного законодательства, правил внутреннего распорядка или других законодательных нормативных актов не было установлено. Именно последние три года нет нарушений, а до этого были. С чем связано? Ну, во-первых, это и изменение законодательства сегодня. Оно значительно, ну, скажем так, смягчается с точки зрения, скажем, соблюдения принципа гуманизма. Улучшается быт, улучшается качество, предоставляя медицинскую помощь. Причем, так сказать, осужденные и лица, которые находятся в изоляторах временного содержания, они получают это лечение в полном объеме. В отличие от правопослушных граждан. Если говорить о системной проблеме, то речь идет о 100% обеспечении трудом. Процент занятых, осужденных на оплачиваемых работах сегодня свыше 60%. Остальным сегодня пока нет возможности предоставить возможность трудиться. В других регионах этот процент занятости осужденных едва-едва достигает 30-35%. Это очень серьезная проблема. И мы здесь видим, скажем, также нарушение прав лиц, которые находятся в условиях изоляции. Потому что мы им должны возможность предоставить, трудиться, зарабатывать, погашать иски, реализовывать все судебные решения. Штрафы погашать и так далее. Отреставрированную скульптуру кузнец установили в Изумрудном парке. Напомним, ее обнаружили в мае во время земляных работ. Большая бетонная статуя, созданная в середине прошлого века, пролежала в земле несколько десятков лет и разваливалась на части. Но по предложению барнаульцев ее начали восстанавливать. О процессе реставрации кузнеца и его исторической ценности в нашем сюжете. Еще весной этот кузнец, с одной стороны, был без руки. Скульптуру 50-х годов, которую украшала советский Изумрудный, на тот момент парк Меланджевого комбината случайно откопали в мае. Разломанную на части и с пропавшей левой рукой. Ее и начали восстанавливать первым делом. Мы ее делали с нуля, с самого начала. То есть сначала сделали каркас металлический по размерам. Потом я со своей руки кое-как сделал пластилиновый слепок, с пластилинового уже такой. Константин Ганов сам предложил руководству парка взяться за восстановление статуи. Консультировал его народный мастер-край Сергей Мозговой, чтобы кисть анатомически соответствовала правой руке. Вместе гадали, что же кузнец держит. А затем вынесли дискуссию на широкое обсуждение на всех горожан. Кто-то предлагает биту, бить в городошную. Кто-то клешни, кто-то зубило. На сохранившихся снимках левой стороны не видно. А на фото из других городов в руке виднелось что-то обломанное. В итоге решили вручить кузнецу чертеж, что идеально вписалось в образ рабочего. Пока Сергей оттачивает левую, Константин работает над правой, устанавливает молот. Вот мы его и согнули так, как надо. Это самые крупные работы. После заделали сколы, соединили части туловища, воссоздали фактуру. Складки одежды, чтобы статуя задышала эпохой. Это скульптура еще до периода сурового реализма, когда начали немножечко упрощенно все это штамповать, ввиду большого объема парковой, даже не парковой, а монументальной скульптуры. Там более лаконичные, более грубые, какие-то формы пластика были. А это именно такого сталинского периода проработаны во многом в деталях вещи. Статуя эпохи девушки с веслом – самая известная парковая скульптура эпохи сталинизма, восхваляющая гармонию духа и тела. Вдохнул это в парк 21 века и советский кузнец. Поэтому мы видим павильоны деревянные, и в целом вот этот стиль отсылает нас к советской эпохе. Мы видим, например, отреставрированные чугунные перила на мостиках на пруду. Это родные перила 50-х годов. И вот эта скульптура как раз прекрасно вписывается в эту концепцию сохранения прошлого. Кстати, рука неслучайно находится не под крышей. Идет дождь, бетон намокает, и от этого становится только прочнее. Накануне статую перенесли на новое место. Специально для нее подготовили постамент. Ирина Корчегина, Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Демонстрационные манекены и бюсты, мультимедийное оборудование, мебель для экспонатов. Все это теперь будет радовать посетителей Новоалтайского краеведческого музея. По проекту «Национальная культура» на оснащение учреждения выделили больше 4 миллионов рублей. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Новенькое интерактивное оборудование, мультимедийная панель и стол для демонстрации тематических сюжетов и виртуальных выставок. Все эти новшества теперь красуются в Новоалтайском краеведческом музее и дают больше возможностей для развития. У меня лично, как у директора, давно была уже мысль обновить хотя бы экспозиционно-выставочную мебель, потому что мы экспонировали сменные выставки, но у нас просто были самодельные подиумы, мы застилали их чистым материалом и экспонировали там. Вот теперь, конечно, все современное. Теперь мы это все выбросили, убрали то, что у нас было самодельное. Теперь в музее есть современная оргтехника, оборудование для регулировки температуры и уровня влаги, демонстрационные манекены и бюсты, а экспозиционно-выставочную мебель изготовили специально на заказ. Техническое переоснащение музея удалось осуществить благодаря нацпроекту «Культура». На это из федерального бюджета выделили более 4 миллионов рублей. Каждый музей в зависимости от истории своего города, в зависимости от своей концепции подбирает оборудование музейное и, соответственно, интерактивное оборудование. И оно очень изящно, очень гармонично вписывается в структуру залов. И в Новоалтайском краеведческом музее приятно это отметить. То, что оно не фрагментарно, не точечно. На средства городского бюджета, а это более 2 миллионов рублей, сделали косметический ремонт музея, покрасили фасад, заменили сантехнику и электропроводку. Ведь здание 60-х годов постройки. Кстати, музей открыли в 1972 году, в день 30-летия Новоалтайска, но в другом здании. В этом помещении он находится с 2001 года и радует посетителей своими экспонатами. Добавим, сотрудники музея уже подготовили 12 виртуальных выставок, которые можно посмотреть как самостоятельно, так и с экскурсоводом. Это очень важно на самом деле, поскольку подобные мероприятия позволяют музею значительно разнообразить свою деятельность, привлечь новых посетителей, использовать новые формы своей работы и так далее. Поэтому будем продолжать в этом же направлении. Впереди в этом году у нас еще три открытия. Я думаю, это будет так же замечательно, как это сделали Новоалтайском музее. В этом году также переоснастят музеи в Рубцовске, Славгороде и Сростках. На это выделили более 20 миллионов рублей. В следующем же году переоснастят музей Город и Гмилику. На это направят порядка 8 миллионов рублей. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. И в завершении выпуска. В Барнауле на неделе завершился крупнейший турнир среди военнослужащих по армейскому рукопашному бою. Десантники, ракетчики, танкисты, пехотинцы, разведчики и спятназовцы три дня выясняли отношения на татаме. Об атмосфере и результатах финальных поединков в следующем материале. В холле Читов-арены зрители встречают патриотичными песнями. А на главной площадке этапа Кубка вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою – татами и плотная разминка финалистов. Зрители увидели 7 главных поединков этого турнира. Регламент боя – 4 минуты чистого времени. Все по законам армейского спорта. Армейский рукопашный бой является военно-прекламным видом спорта. И, само собой, он зародился в вооруженных силах, развивается в вооруженных силах. И если говорить о том, какое место занимает, то, конечно же, центральное. Потому что именно рукопашный бой в системе физической подготовки любого военнослужащего занимает одно из центральных мест. Этому уделяется огромное внимание. Проводятся занятия по физической подготовке. Одна из тем – это как раз рукопашный бой. Там отрабатывается и борцовская техника, и ударная техника. Конечно же, военнослужащим это очень помогает во время проведения определенных специальных задач. Среди участников, а их порядка 70, есть срочники и ветераны боевых действий для людей, которые были в горячих точках. Полученные на турнире травмы – не помеха для выступлений в финале. В бескомпромиссных и ярких и ударных поединках чаще всего победы одерживали десантники. Именно команда ВДВ забрала ей первое общекомандное место. Теперь ей предстоит принять участие в финале Кубка Вооруженных сил России по рукопашному бою, что пройдет в Рязани в конце ноября. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все новости. Такой выдалась уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Я желаю всем личных побед и хорошего настроения. И напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...